так так а меня горит не заметил напротив андрей 38 до трус заметил хочу же я тогда это там меня 86 рус короче если партизан проигрывает он сказал что перейдет к нам в клан добро посмотрим перейдет он к нам нет 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 я же с другим условием соглашался так партизан придет альбе клан да а если я проигрываю то я ухожу к партизану в этот но я не согласился до с этим поэтому так что у нас заводы что еще полгода на нем летать не будут ну блин а куда деваться так летим вон туда у нас а вот погнали на завод там на заводе сейчас будут показываю если у кого-то свифт нету вот такой вот самолет он две тридцатки имеет и когда стреляет его смотрите как калашматит когда стреляют они летят одна влево другая вправо зато пилот крутой него есть очки у пилота я 1 1 пилота вижу которого солнцезащитные очки такие под хром сделаны больше ничего так моя к 30 идем так он ушел от нас так смотри я к 30 потянул наверх если что ты можешь его забрать так я к 30 кто-то другой забирает смотрите как моего здорово подтянули вверх по нему 1101 прошелся и нам надо его помочь вот 1101 если бы пошел бы наверх было бы конечно круто он так и сделал молодец я чуть-чуть не успел они завода забрали поэтому креветка 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 так сейчас разворачиваемся и креветоса меня креветка чпокнула так от креветки наверх уходить по прямой так она в принципе сейчас должна подвиснуть ага хрен там она подвиснет даже японец а нет подвис забрали да так у нас юнкер здесь летает можно в принципе о ястреб и як 30 снова летает здесь полетит к нам нет в принципе можно протоковать и уйти снова на высоту смотрите как мы как от стоячего до от я кушке на высоту так он уходит от нас вниз а там смотри а ту-12 сейчас будет бомбить она щас скорее все за ту-12 полетит я к 30 поэтому нам надо по 12 ему помочь ааа ту-12 его забрал самый прям момент ааа и блин как какой хороший ух ты щас за меня примется смотрите щас развернемся и заберем его и вот и я к 30 за мной полетел а я к 30 ты че творишь я к 30 ты че творишь я к 30 ты че творишь Я его продам после этого челленджа. Говно, которое у меня есть в ангаре, это вообще просто ужас. Это неиграбельно. Абсолютно неиграбельно. Я не знаю почему, но одна пушка у него стреляет вверх, другая вниз, при этом одна влево, другая вправо. И всё. Было бы вообще более-менее ещё что-то. Сбил меня. Я почему-то думал, он подвиснет, надо было ещё наверху. Смотрите, как он висит, блин, надо, поторопился я, поторопился я, он висит. Так, а чё у нас 112 не забирает вот этот завод? Может, ему не дают? Охренее. Я не попадаю ни в кого. Вот вся проблема-то, блин, в чём? Пропадаю я. Вообще не попадаю. То есть, ну совсем, никак, абсолютно. Всё, что не стреляю, всё куда-то. Так, надо помогать здесь своим, забирать завод. А то сольём. Так, 215 и креветка. Так, если мы этих сейчас заберём, то это будет где-то 120 очков захвата. Так, отлично. Как? Ну как на нём играть? Ну, блядь, да что ж так вот? Смотрите, как стреляет. Самый конченый, который есть на 10-ом углу в зре. Так, сейчас штурм у нас заберёт завод, а не тот заберут завод, да? Обменялись заводами. Пойти забрать ту авиабазу. Ну, может они заберут ту авиабазу? Попробую здесь. Так, у нас, смотрите, у нас креветок с яком 30-ым виражится. Надо срочно помочь. Врубаю продувку двигателя и быстро-быстро-быстро идём. Так, вижу креветку. Сейчас она тоже там, кстати, может делов наделать. Поэтому помогаю с креветоком. Продолжение следует... охренеть 215 с одной плюхи меня снял просто я не знаю как они это делают боты летел летел фуловый самолет и тебя потом бац и все после этого такая охота писать написать то есть не летай по прямой да так партизан с кем-то там крутишься помощь те чаще сейчас ты бы видел как меня 215 сейчас одного плюхи забрал меня уже 10 раз забой заготовка чушь это это самый вот смотри ты набрал 5 500 я 6 125 то есть 400 персональных очков ну нормально же сыграли двоем то есть почти вообще нагрешил собирался вообще за голду ничего не тратить так нет это хорош самолет быстрее пройдешь быстрее вкачаешь потом золото вернется тем более не так уж и дорого стоит ну ну Ммм, ммм. Ммм, ммм. Нормально, сейчас всех соберем, не волнуйся. Стас, Антон. Командный центр, зажми только. Хорошо, я постараюсь. Я аж прослезился, если честно. Потом пойдешь на звезду. Ммм. Вот сколько нас сюда прилетели? Дальше, дальше, дальше идти. Это что-то невероятное. Так, МиГ-9. Да. Да. Дальше. Что-то справляешься? Пока, вроде бы, да. Иду на центр. Так, я, наверное, боброву. Да, вот, бобров, бобров как раз, да. Промой. Угу. Блин, красиво не получилось сделать. У нас союзник сдох. Там на тебя, это, Пинту что ли летит? Не пойму. Многоцелевик какой-то. Рядышком. Не, он пролетел и капот, походу. Ой, блин. Зато Антон долетел. Просто зашибись. Угу. Усобьешь меня? Угу. Давай. Да. Так, давай с zaщитника у тебя на ракете. Угу. Либо, короче, воздух какой-нибудь один. Что-то тут. У Як-19 лоханулся такая ошибка вот пожалуйста а если бы вот я когда Яков качал Як-15 у меня постоянная ошибка я лез на высоту собака подсосник неважно кто забрал главное уничтожай как можно больше кто там миг девятый бот пипец тебе чё от меня надо ой бля я себя подорвал ой 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 сзади 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 летит вижу 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 не уйду что-то Стас не в ударе не жужжи пожалуйста да ладно как включилась ну они толпой залетели все десять тысяч есть теперь набиваем грозовой говоришь да да грозовой все на гонус играю вот нормальный кританол двигатель и разворачивается где он ну пипец он гоняет на этом ик друг мой не успел вообще настрелять антон дедалу вася макс ты в ударе так чё то мы зашли нет и в бой зашли ну закинула да я кудза еще одна причина почему на семерках лучше летать тебя выкинуло я поэтому и спросил короче из последних новостей сапожники як 19 и кунза на банше на совке совок с и джен на эрбехе семнадцатой а карта альбион последний довод где аэродром посередине по точкам скажем две ракеты аэродромы два укрепа ясно а я сейчас на центре сольюсь наверно на или транзитом пролетел не 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 еще пока блин я горю пока летишь да пролетел можно к их респу подлетаешь за тобой многоцелевик пошел за тобой ну фига сколько у меня друзей туда и боты не бить меня сильно пожалуйста спасибо стоит только попросить их ну давай давай убивай убивай давай давай ничего не можешь давай ну и чуть-чуть осталось 90 ну давай да елки-палки опорный опять их ты тихов беспомощный я зря сюда прилетел почему зря потому что у меня хп не было я чуть им не отдался а у тебя с аэродромом опять беда да угу тут як 19 ну давай пожалуйста выпусти блин ну просто жесть какая-то играть вообще не ну боже я бы их буду так ну они будут беспомощный да а Слушайте, он так насовывает. Все. Не может быть. Я говорю, сейчас Марат пролетел, блин. Михалы чуть не разобрал. Я к 19-й тут, блин, как врос. Ну и как ему? Ему сухо и комфортно сидеть на центре. Второй раз уже. Их. Не говори. Успенусь, а я не добра. Чуть-чуть урон не прошел. Давай, 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 ракетка. Защити ракету. Я этим занимаюсь. Пипец, ну как он крутится. Ракетка. 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 Не успеваем. Угу. Ууу, ракетка. Не успеваем. Не успеваем. Угу. Вот дамаг бы прошел по 80-й. Тогда бы, может, успели. Привет, Паша. Стрим на стрим. Ну да. Вот видишь, Ирина тоже говорит. В чем, Борис? Давай. В центре пойдешь, нет? Поруешься? Да-да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, стрим на стрим. Угу. 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 Ой, и князь тут, ни фига се. Угу. Это издевательство. Почему? Ну, дамаг не проходит. Когда дамаг не проходит, просто отпусти, не стреляй 3 секунды. держи в прицеле. Если ты точно знаешь, что ты попадаешь, просто не сцепляй. Или это я так стреляю? Там пушки достаточно точные, надо выбрать верное упреждение, тогда противника заберешь моментально. Так, пора делать тактическое отступление. Набрать высоту. Зашипись. Я его не добрал. Леонид. Мое любимое имя. Кажется, намечается сухая помена. Сухая не получится, у нее уже 33. Ну, ладно. Тогда мокрая. Очень влажная, я вам скажу. Ну, княжь, давай уже. Ты же топовый штурмовод перед территорией. Тут Борису качать технику надо, он 10 тысяч не может набить из-за тебя. Так это он специально делает. Вот если пиано штурм... Не, я один раз, когда вот и лов качал, я с ним летал. Специалист на ХГшке. Угу. Браво. Замечтательница тут. Давай вкусный, красивый, стреляй по мне. Это что-то вкусный. Вот. Восьмидесятки, а на хранении стояли 90-е. Ну, у нас были танки 72-ки вроде бы, да, они дизельные такие. Звук, как у К-700, такой мощный. Дымоган такой был мощный. Вот. Потом на восьмидесятках у нас, они как бы стояли уже на военном... Как это называется? На дежурстве. И 90-е стояли у нас на складах РАВ. Вот. Их охраняли. И поэтому стреляли, конечно, только с восьмидесяток. Три точки. 72-ки были у нас танки на обслуге. То есть это были там дежурные тягачисты, которые заводили танки или вытаскивали, чистили снег. А восьмидесятки у нас... Так, попали мы с четвертым уровнем. В принципе, неплохо. Так, против нас транзист. Вот мне здесь, в принципе, как бы от Харрикейна боюсь, Бристола боюсь, 110-го и двух Глинхеймов. И 15 без ДМ, кстати. Джимми Тири. Тоже такой вот... Короче, всех боюсь. Всех боюсь. Почему боюсь, объясняю. У меня всего лишь два пулемета, и я очень-очень медленно убиваю самолет. Один сбиляет влево, другой вправо. Так. Ох, партизан смеется, он не понимает, в какую клоаку мы попали, короче. Да я понимаю. Полетел у нас японец. Вот так вот выглядит у нас ЮПИ-12, то есть ЮПИ-29. Он, в принципе, красивый. Смотрите, даже тут колеса есть. Вот где эти пулеметы. Вот это 12,7, а здесь 7,62. Хотя по диаметру они одинаковые. Но я вам говорю, 12,7 должен совсем по-другому звучать. Там такой... У них толщина стенки ствола разная. Да? Ну, если снаружи по диаметру одинаковые. Одинаковые. А внутри калибр разный, то стенки ствола разные, значит. А чё ты вдруг захотел начать это с третьего левела, так? Ну, не знаю. Смотрите, как медленно мы убиваем Хенкель-51. Чё ты вдруг захотел? Верный. Так, первый фраг есть. Второй фраг есть. Ай-яй-яй. 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 Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы видали, уже наступил 2028 год Мы уже празднуем его, да? А я еще до сих пор не могу сбить О, сбил Так я его пилил Весь бой, пока ты там А мы с тобой завод отдали В курсе, не? Ну, такое Что же делать? Отдали Чуть-чуть Партизан, живи, братан Партизан, живи Вау-вау-вау-вау Сбили меня А! Ну, я говорю, это Бристал Долбил, говорит, статистов Ник, смотри, у Бристалла Долбил статистов Нижнее подчеркивание Прикольно Так, вот здесь у нас Какой-то штурм летает И вот здесь у нас Два бомбера По идее, нам бы забрать Вот эту вот Авиабазу Так, я вот что думаю Сейчас быстренько Башку Отстреляю Так, партизан Чтобы нам победить Надо разделиться Давай ты будешь Этот завод А, аэродром охранять А я пойду у них Отожму тот аэродром Хотя бы, чтобы в 2-1 идти Поздравляете с первым фрагом Со вторым Со вторым Ого С третьим Поздравляю тебя Не, ну с тобой Конечно Здесь не надо Находиться Ты у меня все фраги Посасываешь У тебя У тебя имба У тебя там Два шкасика Имба, блин Че ты за мной летишь Иди лети в другую сторону Да, куда, куда Носовод Правильно Я подсасывать буду А ты думал Пойдем в БШ-2 Вон летает Что сказать Чтобы быть Ой, 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 ой Ты смотри Как они бьют Своими Михалычниками Ай, блин, да откуда у них Такой Михалыч, что это у Блинхейма Он еще, смотри, вверх Поднимается, да? Так, сейчас разворачиваться будет, да? Точно, развернулся, уже развернулся Так Собака сбил меня Тебя сбил? Да, сбил меня Ты меня Так, пока я иду, прям, прям, чуть-чуть опережая партизана Я прям не знаю Через сколько респонешься? Шайтану... А, три минуты Три минуты Сейчас, три минуты Ох, мне бы сюда И-15 без ДМ бы Я бы сейчас тут им рассказал бы Про без ДМ Партизан, не разбейся, братан Че, не смог сбить, да? Через этот штурман? О, смотри, И-15 без ДМ летит сюда Или нет, он не сюда летит Сюда летит Сплюнь Так, и-15 без ДМ и два тяжа полетят Все, мы слили бой О, я топ-1, ребята Я прохал 1-0 Короче, блин, я так тянул к этому сраному заводу Но я так ни разу не смог свои бомбы просто сбросить Я тоже Я не знаю, почему ты всегда респался на этой авиабазе А куда? А куда? Я знаю, почему на авиабазе респался? Потому что там летали уже истребители И когда ты там респаешься, ты уже можешь кому-нибудь наваливать дамаг Значит, смотрите По итогам этого боя Мы летали на третьем уровне с четвертыми, да? И мы смотрим, что у нас третьи левлы Я и партизан, мы в топ-3 вошли То есть у нас четверки, то есть топы совсем не отыграли Потому что звено Блинхеймов покусило всех, смотрите А, это понял, понял Кстати, Нацию мне как-то писал в личку, что Они будут со своего клана делать стрим-снайпинг И сливать нам все катки, в связи с тем ему не понравилось Что якобы я оскорбил Дарк Пинту Который, кстати, использует партизан твой контент, мой контент И когда они нас вот так вот вылавливают Знаешь, они как эти называют видосы на ютубе? Охота или СВП, короче И вот все бомбежки, которые, когда мы бомбим Они это все выкладывают на ютуб, но и думают, что это весело Да не бомбило меня никогда И если там, ну, из-за того, что меня сбивают Не бомбило никогда Так, 1-0, поехали Из-за того, что меня сбивают люди, меня никогда не бомбило Один раз было, реально, нет, один раз у меня было Херня Ну, на стриме Я типа, блин, сказал, что Дарк Пинту Летает на Голдовых Ну, просто он, блин, на спорту Короче, а я, получается, сказал, что Я вернул Но, потом я, блин, пересмотрел специально Я зашел к нему, я все-таки извинился Но он не был на Голде На обычной Там, получается, у нас был бой Ну, я зашел, извинился У нас был бой Дарк Пинту летал с Грифоном И Дарк Пинту отыграл на XF90 Всего лишь набил там около 4000 персональных очков Я его тоже назвал как бы раком Ну, я, естественно, извиняюсь Был неправ, потому что нельзя было так, ну, прилюдно и публично говорить Хотя игрок очень неплохой и очень хороший Но это я был тогда в порыве гнева Такое тоже случалось Но я к нему не пошел извиняться В принципе, из-за того, что нацию у них там с клана этого леса ВП в личку Не мне, а моим соклановцам написал там такие угрозы в мой адрес Что, соответственно, и послужило тому, что я не стал Никакие извинения передавать Так, в принципе, я не считаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok